Приветствую, уважаемый зритель. Как вы, наверное, знаете, в процессе любой деятельности и в видеоблоге это не исключение, появляется какой-то опыт, появляются наработки и, соответственно, появляются ошибки. Многие говорят, что учиться на ошибках – это хорошо. Да, учиться на ошибках – это хорошо, но нужно учиться не на своих ошибках, а на чужих ошибках. Это, согласитесь, гораздо лучше. Итак, в этом видео хочу вам рассказать про три ошибки начинающих видеоблогеров. Эти ошибки я совершил сам, их осознал и решил. И теперь хочу поделиться наработками с вами. Итак, первая ошибка, самая распространенная, ее совершают, наверное, 99% всех начинающих видеоблогеров – это отсутствие цели и сроков ее достижения. Когда вы создаете видеоблог, то, вероятно, вы ставите себе такую цель. Хочу много просмотров, хочу много подписчиков, хочу много заработать денег на своем видеоблоге. Но, это тоже, в принципе, цель, но что в ней, в этой цели неправильно? В этой цели отсутствует конкретика. То есть, если вы хотите много просмотров, то нужно запланировать именно количество просмотров, то есть, в цифрах. То есть, я хочу, допустим, 3000 просмотров в сутки через 2 месяца. То есть, это конкретная цель, выраженная в цифрах, и, соответственно, у нее в этой цели есть срок. Если вы хотите зарабатывать какие-то деньги на блоге, то поставьте себе цель, именно сколько вы будете зарабатывать и через какое время, или к какому числу, или к какому месяцу. Допустим, я хочу зарабатывать, допустим, 1000 долларов, 500 долларов с блога через 4 месяца. Допустим, к октябрю, или, не знаю, к сентябрю. Вторая ошибка, про нее я уже говорил очень много, это нерегулярное добавление видео. То есть, загрузил там видео месяц назад, потом еще через месяц, еще через месяц, и так каждый месяц по одному видео. Ну, это, конечно, тоже регулярность, но, в принципе, она вас к цели к вашей не приведет. Если вы хотите довольно быстро раскрутиться, то лучше добавлять, в идеале лучше добавлять, конечно, по одному видео в день, но для новичка, я думаю, слишком большой темп, можно быстро перегореть. Я думаю, регулярность одно-два видео в неделю довольно-таки оптимальна и довольно-таки легко достижима. Так что добавляйте видео регулярно, одно-два видео в неделю, это, я думаю, самое оптимальное значение для новичка. Итак, третья ошибка, это отсутствие аккумулирующей страницы. Аккумулирующая страница, это страница, с помощью которой вы будете сохранять ваших зрителей, тем самым формируя вашу аудиторию. Ну, какая может быть аккумулирующая страница? Это может быть паблик ВКонтакте, это может быть сайт Воронка и любые другие страницы. То есть человек просматривает ваше видео, оно ему понравилось, он переходит на аккумулирующую страницу ВКонтакте и там подписывается, и тем самым вы сохраняете данного зрителя для последующих просмотров. У меня очень долгое время не было данной страницы, но недавно я ее сделал, и эффект от нее, конечно же, есть. Если у вас нет еще аккумулирующей страницы, то создать ее прямо сейчас это необходимо сделать, чтобы не растерять всю свою аудиторию. Вот, в принципе, и все. Такие вот три ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok